Как построить дом на колесах Часто, после достижения основных целей, в жизни у человека возникает желание комфортно путешествовать по стране, пользуясь привычными вещами. Один из вариантов – совершать поездки на автомобиле, который оснащен всем необходимым. Чтобы им воспользоваться, люди все чаще интересуются как построить дом на колесах. Смотрите и будете знать, что это за транспорт, его виды, категории и стандартная комплектация. Рассмотрим еще строительство варианта дома на колесах из автомобиля и на базе прицепа. Познакомитесь также с советами профессионалов и основными положениями в законах о передвижном жилье. Понятие дома на колесах Под домом на колесах или автодомом понимают транспортное средство, которое применяется одновременно в качестве автомобиля и жилья. Данное слово зачитание широко стало использоваться в начале 20 века. В это же время началось массовое производство передвижного жилья с колесами. Впервые дом на автомобильном шасси выпустила компания Jennings. Это произошло в 1938 году. Автодомом часто называют караван, состоящий из автомобиля и прицепа вагончика. Однако домом на колесах правильнее считать транспортное средство с двигателем и возможностью удобного проживания. Его еще называют кемпером или винибаго. ВИДЫ И КАТЕГОРИИ АВТОДОМОВ Дома на колесах различаются конструктивными особенностями. Существует прицепное и интегрированное передвижное жилье. Оно может использоваться как для длительного проживания, так и для исключительно путешествий. В первом случае автодом отличается максимально возможными комфортными условиями. А во втором обычно кабина транспортного средства не отделена от площади для проживания. Существует три основных категории домов на колесах. Класс А Транспортные средства из этой категории визуально напоминают обычные автобусы. Именно в них создаются максимально комфортные условия для проживания. Основой при их строительстве являются грузовики. Из-за этого водитель должен обладать правами категории С. В домах на колесах класса А присутствует большое лобовое стекло, станционарное место для водителя и перегородки выдвижной конструкции, с помощью которых зонируется пространство внутри транспорта. И еще такие автодома отличаются автономностью, они оснащаются емкостью для воды, газовой плитой и генератором. Класс Б Базой транспортных средств этой категории являются в основном внедорожники. Они отличаются наличием станционарного места для сна, оно находится обычно в задней части машины. Данный транспорт популярен в США, его часто используют молодые пары. Класс С Данные транспортные средства представляют собой малогабаритные автодома, поэтому их используют для непродолжительных путешествий. Они создаются тоже на базе внедорожников, но без станционарного спального места. Для отдыха используется кабина, в которой предусматривается возможность обустройства кровати для двух человек. Выделяют еще дополнительные категории кемперов. К одной из них относятся малогабаритные прицепы и вагончики. Такие трейлеры отличаются формой, которая обычно похожа на каплю. Их основным преимуществом является возможность выполнять транспортировку с помощью мотоциклов и другой подобной техники. К другой категории относятся гибридные трейлеры. Они оснащаются выдвижными палатками. Они позволяют отдыхать во время путешествия. Еще одной категорией являются Fivesville трейлеры. Это большие автомобильные прицепы, поэтому они не предназначены для транспортирования с помощью мотоциклетной техники. Их перемещают только автомобили со специальным механизмом для сцепки. Комплектация дома на автомобильном шасси Существуют стандарты для автодома, по которым передвижное жилье должно быть рассчитано на 8 человек. При производстве дома на автомобильном шасси предусматриваются места для отдыха каждому путешественнику. В конструкции также обустраивается кухонное пространство небольшого размера. Остальная комплектация зависит от модели автодома, но обычно такой транспорт оснащается – раковиной, микроволновкой, газовой плиткой, небольшими шкафами и полками. Более крупные дома на колесах оборудуются сантехническим узлом. Обычно он представляет собой биотуалет. Нередко его используют в качестве стула, это позволяет сэкономить внутреннее пространство, чтобы укомплектовать передвижное жилье дополнительными удобствами. В дорогих моделях также может присутствовать душ. Дома на автомобильном шасси часто оснащаются подвижными креслами, как для водителя, так и для пассажиров. Благодаря такой конструктивной особенности пространство в транспорте удается быстро трансформировать для удобного отдыха. Этот вариант жилья еще нередко оснащается U-образными мебельными предметами. Переделка автомобиля в дом на колесах Чтобы построить дом на колесах, мастера из специализированных компаний вместе с заказчиком подбирают автомобиль, который будет использоваться в качестве базы для передвижного жилья. При этом у клиента уже может иметься транспортное средство, тогда специалисты определяют возможность переделать его в автодом. Во время процесса учитывается количество будущих жильцов в доме на автомобильном шасси. Еще принимается во внимание пожелания клиента относительно внутреннего наполнения кемпера. На начальном этапе профессионалы тщательно прорабатывают все конструктивные элементы кемпера. Работы проводятся быстро и точно при использовании специального программного обеспечения. После этого выполняются следующие последовательные действия. Расчищается автомобильный кузов, на этом этапе также выпрямляются вмятины, удаляется облупившаяся краска. Мастера вырезают окна, чтобы обеспечить естественное освещение. Создаются отверстия для вентиляции и устанавливаются клапаны, через которые будет осуществляться подача газа. Проводится грунтовка незащищенных металлических частей, чтобы предотвратить коррозионные процессы. Монтируется высокоэффективная теплоизоляция при использовании крепежных элементов из того же металла, из которого был изготовлен автомобильный кузов. Это позволяет уменьшить вероятность появления ржавчины. Проводится внутренняя отделка с помощью влагостойкой фанеры, ковровых покрытий. Осуществляется также выравнивание потолка, установка боковых панелей с закладными для закрепления мебельных предметов. Создается система водоснабжения путем монтажа резервуаров для воды, насосов, трубопроводов, краковине и душевому отделению. Одновременно также прокладывается канализация. В ее составе обязательно присутствует накопительная емкость. Устанавливается баллон для пропана. Его монтаж осуществляется исключительно внизу кузова, чтобы предотвратить нежелательные последствия, если произойдет утечка газообразной смеси. Ведь пропан тяжелее воздуха, из-за этого он не будет заполнять кузов автомобиля. В заключение модернизации транспортного средства монтируется энергоснабжающая система, в состав которой входит аккумуляторная батарея расчетной мощности. Мастера также не забывают про ее наружный выход, необходимый для зарядки. Постройка автодома на основе прицепа Одним из вариантов автодома является его постройка на базе имеющегося или специально приобретенного прицепа. Существует ряд компаний, предоставляющих такие услуги. Лучше выбрать фирму по рекомендации знакомых. Кроме автомобильного прицепа с прочным шасси, специалисты используют проверенные материалы. Для строительства часто применяют кровельный металлопрофиль, влагостойкую фанеру, вагонку, бруски и другой подобный пиломатериал. Прицепной дом – это обычный вагончик, его часто оснащают двухъярусной кроватью. Ее монтаж проводят в задней части конструкции. Лучше, когда длина кровати соответствует ширине вагончика. Другими словами, идеальный вариант, если она будет соединять две стены. Такое исполнение повышает жесткость передвижного жилья. В нем также делают эркерное окно. Еще часто монтируют голландскую дверь из двух частей. Сам процесс строительства автодома на основе прицепа с колесами мастера проводят следующим образом. Разбирают автомобильный прицеп, хорошо защищают и красят антикоррозийным составом шасси. Собирают раму из сосновых досок. Ее усиливают подпорками, которые устанавливаются в расчетных местах. Монтируют каркас из реек 20 на 20 мм, при этом в углах закрепляют дубовые бруски 30 на 30 мм. Все опоры сверху обвязывают путем монтажа горизонтальных реек. Обшивают каркас с внутренней стороны, для этого используют вагонку. Ее толщина для передней и задней стенки составляет 19 мм, а для боковых частей – 6 мм. Для повышения термоизоляционных свойств проекта может быть предусмотрен монтаж вагонки в два слоя. Далее укладывают влагостойкую фанеру на пол вагончика. Закрепляют в стенах теплоизоляционный материал. Укрывают теплопарой и гидролизационными пленками. Строят крышу, начиная с прикручивания брусьев. Их фиксируют с шагом 300 мм. Потом закрепляют фанерные листы на брусьях. Затем монтируют влагостойкий материал, на который укладывают металлопрофиль. Делают эркерное окно вверху задней стенки, а спереди устанавливают дверь с замковым механизмом в нижней части. Иногда дверную конструкцию оснащают еще одним верхним замком и оконным проемом со стеклопакетом небольшого размера. Выполняют наружную отделку при использовании вагонки или сайдинга. На последнем этапе обустраивают внутреннее пространство прицепа. Устанавливают стол, который выдвигается из подспального места. Одновременно размещают ящики-рундуки. Они будут использоваться для хранения вещей и в качестве табуретов. Благодаря использованию рундуков удается сэкономить полезное пространство в передвижном вагончике. Еще монтируют деревянные полки и устанавливают съемную лестничную конструкцию. Полезные советы специалистов Чтобы не разочароваться после заказа строительства автодома, рекомендуется придерживаться советов специалистов. Не нужно стараться изначально выбирать идеальный проект передвижного дома, потому что он будет корректироваться во время реализации. Рекомендуется начинать с базового набора комфортных условий, а потом постепенно добавлять при необходимости дополнительный функционал. Нет необходимости максимально усложнять проект дома на колесах, так как не существует ничего идеального, иначе может случиться, что некоторые конструкции и системы окажутся лишними, они просто не пригодятся во время путешествия. Необходимо заранее определиться со стилем путешествия, который повлияет на функционал передвижной конструкции. Ведь можно совершать поездки между городами и останавливаться на ночлег в населенных пунктах или выбирать места для отдыха где-нибудь в глуши. Нужно сразу увеличить минимум в два раза первоначальный бюджет на автодом, потому что всего скорее он постепенно будет дорабатываться. Из-за этого придется заказывать дополнительные конструкции и системы. Необходимо проверять выполняемую работу на каждом этапе. Это позволит своевременно вносить корректировки, исправлять ошибки. Обращение к специалистам – это гарантия создания дома на колесах, который будет максимально удовлетворять заказчика. Профессионалы помогут определиться с его дизайном, разработкой проекта, выбором оптимальных прочных материалов, расчетом бюджета. Опытные мастера в своем деле также проконтролируют вес создаваемого автодома, чтобы он не превышал допустимые нормативы. Они обязательно предусмотрят запас по массе, потому что во время путешествия придется перевозить емкости с водой, баллоны с газом, определенное количество личных вещей. Передвижной дом на колесах не является недвижимым имуществом, по этой причине путешественнику не придется за него платить налог. Если автодом создан на основе прицепа, тогда он даже не облагается транспортным налогом. Ведь эта конструкция не имеет двигателя и не способна самостоятельно передвигаться, другими словами, она не является самоходным транспортным средством. Кроме того, не нужно частным лицам оформлять ОСАГО и проходить технический осмотр, когда используется прицеп с колесами до трех с половиной тонн. Если же он перемещается грузовиком, тогда страховка оформляется. В полисе не нужно делать отметку, что передвижное жилье используется с прицепом. Если этого будет требовать инспектор ГИБДД, нужно ссылаться на закон об ОСАГО. В его третьем пункте сказано, что не нужно оформлять гражданскую ответственность собственникам автомобильных прицепов для легкового транспорта. О необходимости внесения отметки в страховой полис написано в седьмом пункте этого же закона. Данная пометка должна присутствовать в документе всех владельцев прицепов с колесами, за исключением прицепных устройств к легковому транспорту. Согласно закону, автодом является грузом, размещенным на прицепе с колесами. В свою очередь, прицепное устройство представляет собой транспортное средство. Его регистрация осуществляется в ГИБДД. Это транспортное средство позволяет перевозить груз, который закреплен на нем в соответствии с правилами конкретного российского региона. Обычно перевозимая конструкция не должна выступать за края автомобильного прицепа с колесами. Кроме того, ее требуется надежно фиксировать. Это все основные условия перевозки автодома. На него не нужно иметь никаких специальных документов. Путешественнику и владельцу передвижного жилья необходимо еще знать, что ездить по российским дорогам с прицепным автодомом или на автомобиле, который переделан в него, разрешается только при соблюдении скоростного режима. За городом он составляет не более 90 км в час, а в населенном пункте максимум 60 км в час. Помимо этого, владельцу не нужно обладать специальным удостоверением, чтобы перевозить дом на прицепе с массой не более 3,5 тонн. Если максимальный вес больше, тогда боксировку вправе осуществлять водитель с правами категории B и E или C и E. Лучший вариант – покупка готового дома на колесах. Имеется возможность приобрести дачу, прицеп или конструкцию на КамАЗовском или Мерседесовском шасси. Теперь вы знаете, дом на колесах – кемпер или автодом. Он представляет собой одновременно транспорт и прицепное или интегрированное жилье. Делают кемперы трех классов – А, Б и С. Они отличаются размерами и уровнем комфорта. Обычно их стандартная комплектация включает раковину, микроволновку, плитку, на газе, полочки, шкафчики. Заказывая такой транспорт, рекомендуется заранее определиться со стилем путешествия, выделить бюджет с запасом, постоянно контролировать выполняемую работу. Строительство автодома с колесами из автомобиля выполняется путем переоборудования его части внутреннего пространства в жилье. Проводится отделка, установка оборудования и мебели. Передвижной дом также может создаваться на автомобильном прицепе. Если его вес не превышает 3,5 тонн, тогда не требуется оформлять страховку, проходить техосмотр и обладать специальными водительскими правами. Ссылка на статью в описании. Автор статьи Юлия Калашникова. Заходи к нам почаще! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова